В 2023 году фестиваль Пронаука представит свою 17-ю серию образовательных мероприятий, где в формате научных интерактивов выступит более 20 спикеров. 26 октября открылась регистрация на сайте фестиваля с успешным прохождением, который уже через две недели можно будет полноценно окунуться в атмосферу научного просвещения. С 15.30 до 21.30 посетителей ждут интерактивы, мастер-классы, опыты, эксперименты, интеллектуальные игры и викторины, квесты и многое другое. Символом Пронауки в этом году стал кот, а именно кот ученый. Именно ему посвящен памятник во дворе главного здания Казанского федерального университета. Название основано на приеме использования созвучных слов. Так в одно название уместился и ученый кот, и кот великих научных открытий, которые произошли в стенах нашей Альма-Матер. Пронаука – это вообще такой глобальный образовательный проект. Можно считать его, наверное, флагманским проектом, направленным на приемную кампанию, по сути, Казанского университета, когда больше людей имеет возможность познакомиться с университетом. То есть мы открываем двери на один вечер, и абсолютно для всех мы показываем те научные достижения, которые были сделаны либо в стенах вуза, либо при его помощи за последние несколько лет. Что касается такой, наверное, лекционной богатой базы, надо сказать, что помимо вот такой красивой картиночки и интерактивы, где народ может что-то потрогать, пощупить руками, а самое главное – это практическое значение, да, есть еще большая лекционная составляющая, где как раз люди могут получить какую-то часть тех академических знаний, которые на самом деле преподаются в стенах вуза. Основным организатором выступает Казанский федеральный университет, а генеральными партнерами станут Российское общество знаний и телеканал «Наука». Раскроем тайну и подогреем интерес гостей, назвав имена нескольких именитых экспертов. Главными хедлайнерами станут двукратный победитель командного чемпионата мира по шахматам Сергей Корякин, автор YouTube-канала «Упоротый палеонтолог» Дмитрий Соболев, журналист и телеведущий Сергей Малоземов и даже популярный блогер Дмитрий Пучков. КФУ представлять будут директоры Института фундаментальной медицины и биологии Андрей Киясов, директор Института искусственного интеллекта, робототехники и системной инженерии Дмитрий Чекрин, а также директор Института информационных технологий и интеллектуальных систем Михаил Абрамский и, конечно, другие общепризнанные ученые КФУ. Генеральным партнером Пронауки в этом году впервые выступает Российское общество знания. И ту медийную лекторскую часть, которая приедет в стены Казанского федерального университета, обеспечивают полностью ребята, за что им огромное спасибо на самом деле. То есть, да, привозят они Дмитрия Пучкова, даже не столько его, наверное, как такого импозантного блогера, сколько как историка, да, потому что ему действительно есть что рассказать. Привозят они Сергея Малоземова, а это, между прочим, дипломированный медик, то есть, хотя ведущий на НТВ, да, казалось бы, но при всем при этом это человек, который имеет вес науки. Сергей Корякин тоже достаточно известное лицо, это шахматист, это вице-чемпион мира, в книге рекордов Гиннесса был самым молодым гроссмейстером до недавнего времени, в 12 лет стать гроссмейстером. Для тех, кто всегда хотел попробовать себя в роли ведущего новостей и подкаста, непременно нужно освободить 10 ноября от других дел. Ведь телеканал Универ ТВ в рамках пронауки проведет самый настоящий кастинг, где каждый сможет проверить свои истинные способности. Фестиваль будет транслироваться в официальной группе КФУ в социальной сети ВКонтакте. Участие в мероприятии бесплатное, необходима предварительная регистрация. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универ Новости. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова